Всем привет! Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас на своем канале Зеленая Жизнь. Сегодня мое очередное видео, маленько в другом формате. Вот мы вышли немножко прогуляться. Пакетик биоразлагаемый, все как надо. Маленько хотела показать дом, в котором я живу, в котором мы живем. Маленько, чтобы вы понимали. Вот он, этот дом. Вот он такой кирпичный, двухэтажный, небольшой. У нас в нашем селе в основном такие дома есть. Больше четырех этажей нету, поэтому у нас село не городского типа. Беленький первый этаж, это мой. Как вы видите, я не знаю. Я думаю, вы видите, да? Моргают лампы. Все понятно, сразу же без слов. Вот как-то так. Вот мои собакинчики гуляют. Сегодня, вы знаете, еще можно как-то маленько выйти, да, и снять такое видео. Потому что сегодня мало того, что тепло, хорошо. И еще, плюс ко всему, пока нет гнуса. Вот, хотя вчера вечером комарики уже прям летали-летали. Не просто летали, прям капец. Начинали уже кусать. Лунечка моя. Боня у меня на привязи, потому что она у нас молодая, дурная, может убежать. А мопсик, он у меня не на привязи, потому что старенький уже, ему уже девятый год. Старенький, и он никуда от нас не девается. Всегда, даже если отойдет чуть-чуть подальше, у него тут случается истерика. И он сам меня ищет. Вот как-то так, посмотрите, как цветет. Представляете, да, какой аромат. В общем, у нас, скажем так, у нас деревня. У нас деревня, у нас хорошо, классно. Ну, а вообще, я хотела сегодня, конечно же, показать маленькой пересадки, потому что я хотела с ней хойки пересадить. Поэтому я вас приглашаю. Вот, знаете, за днем хотела показать, как смотрятся. Как смотрятся окна, которые заделывали, да, затягивали, как они смотрятся с улицы. Здорово, знаете, я вечером шла, смотрела, то есть ничего не видно. Странная улица, то, что происходит дома, ничего не видно. Круто. Посмотрите, что у меня вчера пришло. Это богатство, ребят, это богатство. 18 литров лечу за пон, по акции. Ну, и тут у меня еще 7 литров. И всего, получается, 25 литров. Ну, и торф верховой кислый заказывала, потому что у меня... Потому что у меня будут хищники. То есть у меня все это дело пригодится. Ну, вот. Вот как-то так. 18 литров. Еле доперла. В машину поставила. Такая счастливая приехала. Заходила, ходила вокруг этой коробки. Ну, и, в общем, все-таки дотащила. Такое точно, как не дотащить. Ну что, приступим к пересадкам. Так, я приготовила вот эти 3 хойки, которые по ссылку в видео я оставлю в описании. Больше 4 недель где-то прошло. В той посылке было 5 хойек. 6 хойек, да. Одну из них я пересадила. Сейчас она у меня уже в лечусь сидит. Поэтому ее тут нет. А 2 были листами. Была хойек Керри, которая со сплэшем, она погибла. И Мишель, которая была листочком, она, ну, тоже не выжила. Не знаю, тоже все пожелтело. И все. И, в общем, осталось 4 хойки с той посылки. Одна сейчас, то есть я вам говорю, пересажена, да. Вот 3 сейчас мы с вами пересадим. Я приготовила стаканчики. Ну, не больше. Абсолютно не больше. Больше им и не надо. А хойек Керри вообще вот в такой же она и сидит. Я только свеженький дам. Вот. Сюда я положила вот такую целую. Большую-большую фракции. Большую-большую. Это 5-10 миллиметров. Буду использовать в качестве дренажа, потому что закрытая система. Мне так удобнее. Сейчас лето. И бегать, поливать каждые 2 дня при жаре не особо-то хочется. Плюс ко всему, они стоят на стеллаже, где и снизу, и сверху у лампы. Еще плюс идет подогрев. Поэтому как-то так. Пускай будет у них лучше. Здесь кусочек угля. Вот. И, ну, моя любимая лечу за. Все. Приступаем. Так, начнем вот с этой с Хоя Керри. То есть у нее вот этот листик вырос уже в моих условиях сейчас за эти 4 недели. Вот эти корешки, они у нее и пришли вот такие вот. То есть я ждала, пока пойдут новые. Вот они пошли новые. Вы знаете, ту Хойку, которая была, ту Хойку я достала, да, и прям помыла корни. И тут я этого делать не буду. Вот правда не буду. Вот что сыпалось, то и сыпалось. И как-то. Вот. То есть вот он свежий корешок. Видим, да? Так. А дальше все делать техники, как говорится. Сейчас я им туда поставлю. Ну, быстренько насыплю. То есть на уголек сверху я еще насыпала лечу за. Сейчас установим. Так же ее закрутим. Аккуратненько. Вот так вот ее установим. Чтобы было абсолютно минимально, да, каких-то там у нее изменений. Кроме того, что мы дали корешкам что-то вкусненькое, новенькое, свеженькое. И все. Вот так я сейчас ее засыплю. В идее ничего сложного. У меня, по крайней мере, все мои орхидеи после пересадок растут намного лучше. Потому что, наверное, у них идет обновление корней. Вот смотрите, как получилось. Вот так я ее засыпала. И вот так она у меня получилась. Сейчас я обязательно ее пролью. Сверхон и Ашби. Я всегда после пересадок снимаю стресс именно таким коктейлем. Вот так вот. Сейчас я все остальные сделаю абсолютно точно так же. И покажу вам, что у меня в итоге получилось. Так. В общем, я с объемом не угадала только вот с этой хойкой. Это пинг. Что-то там, кто-то туда-сюда. Что такое название? Переписала название, которое с ней шло. У нее была так вообще очень приличная корневая. Поэтому пришлось поставить вот в такой большой стаканчик. Ну вот, здесь у меня циркончик Ашби разведен буквально по полкапельки даже, я вам скажу. По половинке. Сейчас я их пролью. Сегодня буквально игрушки свои промывала маленькие. Где-то раз в две недели я их промываю. Заливаю в них перекись. Перекись водорода. Трехпроцентную обычную. И они так стоят у меня минут 20-30. И потом я их промываю. То есть сливаю, выливаю с них все. Многовато налила, наверное. Ну да ладно. Сейчас я их прям в теплое сверлое место туда же поставлю. Все будет хорошо. Наливала вот по этой. Да, многовато. Ну в принципе можно слить. В принципе можно слить. Я как-то так уже делала. То есть я вот так пальчиком придавила чуть-чуть. И раз, она слилась, все нормально. Сейчас пускай постоят они вот так до вечера. Вечером подойду, посмотрю объем воды, который остался с этого раствора. Если слишком много, то я его просто аккуратненько солью и все. И в конце хотела вам показать, блин, ну интрига. Интрига. Помните, у меня маленькая моя орхидейка, вот эта вот, которую я название-то ее не знаю. Она очень долго дала цветонос. На этом цветоносе я долго-долго развивала-развивала. И вот сегодня она начинает открывать свой бутончик. Интересно, что за орхидея. Ну понятно, что какая-то она красненькая-красненькая. Вот, малышка. Ну долго, долго она его открывала. Долго, точнее, она его наращивала. Откроет-то она его за один день. И даже, знаете, как будет, наверное, лучше. Сегодня она его откроет. Вот, завтра он расправится. Где-то дня за три, понятно, уже они начинают. Вот, допустим, та же самая Ола, да, орхидея. Она когда открывает свои бутоны, у нее почему-то все вот эти вот лепесточки, да, они в обратную сторону выгибаются. Прям сильно-сильно. И она как круглая получается такая. То есть они вот так раз и в обратную сторону. Потом проходит где-то дня четыре, и они обратно становятся. И она уже правильной формы. Я так наблюдала несколько раз. Так что, когда распускается орхидейка, первые сутки, еще даже немножко непонятно. Но само по себе вот эти минутки таинства, которые я наблюдаю очень-очень часто. Особенно если это выходной, если это суббота или воскресенье, у тебя есть возможность целый день пробегать мимо и смотреть, как с каждой минуткой все больше и больше открывается. Лепесточки, это вообще, конечно, что-то какое-то волшебство. Прям волшебство волшебное. Я вам обязательно покажу ее, когда она полностью распустится. И дальше постараюсь ее идентифицировать. Ну, если получится. Но нет, так нет. Господи, не принципиально. Это, знаете, раньше я там бегала. Нет, конечно, когда орхидея дорогая, и у нее там сорт какой-то супер-купер. Ну, понятно. Там вообще даже писать наклеек не надо, ты уже знаешь точно. Вот, что это она. Потому что дорого тебе обошлась. Вот, как-то так. Ну, вот, все, все, чувствуете, да? Залипло, залипло. И все, и стою, и снимаю. Ну, в общем, дорогие мои, мои хорошие, я желаю вам хороших выходных. До новых встреч. Пишите комментарии. Пока-пока. Пока.